Всем привет! Продолжаем работать с TLT от NVIDIA Transfer Learning Kit. В сегодняшнем уроке, либо в руководстве, мы уже детальнее пройдемся по одному из уроков. Мы возьмем архитектуру RESTNET, конкретно пример DTEKNET версия 2. Я предполагаю, что вы уже залогинились на ваш удаленный сервер, в данном случае это Amazon. В принципе, есть в папочке ток, который мы скачали все блокноты, и внутри самого блокнота есть руководство. Я хочу на нескольких моментах остановиться, которые у меня случились, когда я использовал конкретно DTEKNET блокнот. Первое. Самое важное, до того как вы открываете блокнот, вам нужно будет пройти идентификацию в NGC. То есть, ссылочка в принципе есть на самом руководстве по TLT, но в целом я рекомендую ее до того, как вы блокнот запустили, пройти идентификацию. Можете либо через терминал, можете создать новую ячейку. И вот таким образом, допустим, через восклицательный знак, далее. Вот я уже залогинился. Ну, в целом, у вас попросят логин, то есть то, что юзернейм вот здесь дают, и тот токен, который сгенерит. Токены генерации путем нажатия на кнопку GENERATE API KAY. Вот, естественно, этот же токен вам потребуется, поэтому либо оставьте страничку вот эту, либо же, если вы пользуетесь какими-то буферами сохранения для вашей операционной системы, то сохраните этот токен себе. Вот, зачем он нужен, в следующем этапе мы определяем наши папки для работы, наш волюм, который я приконнектил, в котором датасеты, в целом, в принципе, проекты мои с датасетами лежат. Вы можете присоединить тот волюм, который мы обсуждали в предыдущей части. Вот, ну, естественно, вам нужно будет изменить этот API KAY. Я здесь сейчас уже перелогинился, поэтому я его сейчас скопирую и заменюсь сюда. Окей. Количество видеокарт. Ну, естественно, на текущем сервере у меня одна видеокарта. В зависимости от того, сколько видеокарт вы поставите, здесь значение меняете. Вот, кроме локального пути, кроме токена видеокарты, в принципе, здесь ничего менять не нужно, так как вы изначально определили папку для работы, и после TLT Experiments у вас идет тот блокнот, та папка с датас, с данными, с моделями, со всем тем, вы будете работать и вести свои эксперименты. То есть, в данном случае у нас DetectNet. Вот, проверяем, чтобы у вас окружение было активное. Если оно не активное, ядро, и активируем то окружение, в котором вы изначально пакеты ставили, и в целом, если по блокноту что-то потребуется, нужно будет ставить. Окей. Почему я не буду в реал-тайме на этом уроке все это показывать, потому что, как оказалось, довольно много занял процесс обучения сети под те данные, которые в этом руководстве под DetectNet, там порядка 16 тысяч, если я не ошибаюсь, сейчас немножко ниже опустимся, там будет изображение только на тренинг-сет. Ну и, соответственно, для того, чтобы достичь более-менее премиумного результата, нужно было потратить там несколько часов времени. Поэтому я их уже потратил, но я по каждой ячейке пройдусь и расскажу подробнее. Окей. Запускаем эту ячейку. Мы, по сути, определили наши переменные, наших папок. Записали ключик, который получили от NGC. Далее. Здесь логиниться уже не нужно. Это я пример показывал. Так, далее. Да, сразу скажу, что в целом TLT и пример, который идет в блокнотах, он использует контейнер, который будет в зависимости, как только мы будем дергать toolkit наш, он будет раниться, соответственно, в бэкграунде. То есть, в интерактивном режиме вы не увидите запуск, какой-то процесс в контейнере и не будет заходить сам контейнер. Ну и когда он закончит свою работу, он будет остопаться, ну и удаляться, естественно. Поэтому вы можете видеть после каждой ячейки то, что принтится, вот здесь то, что контейнер остановлен. Не обращайте внимания, это нормально. Окей, дальше определяем в корне наш JSON-файл, в который записываются все те переменные, которые мы ранее объявили. Они нам будут нужны, нам проще дергать потом JSON. Окей, запускаем также ее. Ну и, соответственно, сейчас просматриваем то, что у нас в JSON есть. Все, вот мы определили наш волюм внешний, на котором у нас в корне папка и спеки там, где будут наши конфигии в текстовичках для обучения по сети, для других вещей, связанных с конфигурациями. Так, инсталлинг TLT ланчера. Здесь я рекомендую сразу же, вы можете поставить это все в блокноте. Я тестировал, но мне иногда выдавали ошибки. Поэтому я рекомендую все-таки в терминале все это запускать. То есть, естественно, запускайте в терминале без восклицательного знака. Вот. Почему? Потому что у меня вываливались некоторые ошибки, если я в блокноте все это запускал. Так, поэтому я здесь скипну это все дело. Проверяем информацию по TLT. Вот, в принципе, все окей. Докеры у нас есть для TLT Stream Analytics и TLT PyTorch. Так, здесь все хорошо. Следующая секция. Нам нужно будет скачать датасеты. Есть два варианта, и они, в принципе, здесь указаны. Я все-таки сейчас расскажу, как я использовал это все дело. Изначально предполагается, что вы можете скачать по этой ссылочке два зипа, два файлика. Это файлик с картинками и файлик с разметкой. Ну и, соответственно, так как в руководстве указано, нужно будет это все разложить по нужным папкам. Естественно, переменные local data вы определили ранее, поэтому вы знаете, где она у вас лежит. Соответственно, туда же и нужно ложить. И второй вариант, который в руководстве есть, но пока я это все записывал, там вышла новая версия этого блокнота, который на NGC лежит. И вот этот адрес они скрыли. Они здесь просто написали, вот в этом стринге, там, fix.me, по-моему, как-то так называлось. Я могу, в принципе, вот это все расшарить, но будет нечестно, потому что вот эта ссылочка принадлежит вот этим ребятам. Поэтому я все-таки не буду шарить вот эту ссылку, а пусть останется ссылка, которая есть в этой секции, чтобы вы, в принципе, прошли авторизацию и скачали архивы с картинками и с лейблами. По поводу скачивания. Я рекомендую сразу же скачивать на ваш волюм это все дело, чтобы вы не перемещали, вы не тратили ресурсы вашего Амазона. Ну и, соответственно, а это все время и деньги. У меня это работает следующим образом. У меня мой волюм рабочий, на котором все датасеты и все лежит, он привязан к нескольким инстансам. И у меня есть инстанс, который, там, чисто есть Linux, который я использую только для работы с волюмом, скажем так. То есть мне нужно что-то там разархивировать, мне нужно что-то скачать, мне нужно, я не знаю, какие-то операции перемещения сделать. Я использую этот инстанс. Вы можете использовать тот инстанс, который мы создали в предыдущих инструкциях. Ну и, соответственно, можете заменить вот эти файлы здесь. Естественно, вам нужно будет тогда закомментировать вот эти строки, потому что вы здесь ничего не скачиваете. Или вообще, в принципе, пропустить вот эту часть, связанную с данными. Либо же получить у этих вот ребят ссылочку, заменить на папочки. В этом руководстве будет здесь label fixme. Заменить ссылку и скачать это все прямо с блокнота. Но тогда у вас это все скачается на тот инстанс, в котором вы сейчас находитесь. То есть вы будете использовать GPU instance. И, соответственно, ну, плата будет, естественно, идти за то время, которое вы находитесь на GPU instance, а не на инстансе, который, допустим, там бесплатный на год дается. Либо же на инстансе, который там минимально по стоимости стоит, если у вас уже год вашему аккаунту прошел. Так, здесь ячейку я эту начал скачивать, потом я до 8% это все дошло. Я это все стопнул и скачал это все вручную. Вот, соответственно, эти файлики у меня уже здесь есть. Вот, все это находится, все это есть. Вот, хэш-сумму я сейчас проверять не буду, потому что этот процесс занимает довольно много времени. Я ее уже проверил, она у меня вот уже в истории этой ячейки. С ней уже все окей. Ну, естественно, и следующую ячейку, которую вам необходимо будет запустить, это, соответственно, разрекевация. Можете, еще раз говорю, запускать это внутри блокнота, в принципе, что тоже довольно неплохо и быстро работает. Ну, и, соответственно, GPU instance гораздо быстрее, но, тем не менее, и дороже. Ну, либо же терминал или запустить. Я это запускал вот в этой ячейке, в принципе, вот по истории видно, что я это все распаковал. Окей, идем дальше. Следующая секция. Мы проверяем количество в наших тренинг-сете, в тестовом сете, картинок и лейблов, которые у нас есть. Запускаем. Вот то количество, которое у нас есть. Мы это все проверили. Ну, и тестово выводим в ячейку, что у нас в одном из лейблей находится на разметке. Сразу скажу, что здесь используется разметка типов китти. Это формат, если хотите, погуглите, поищите. Немножко отличается от Vogue формата Pascal, от Cocoa JSON. NVIDIA почему-то предпочитает именно его использовать, хотя в дальнейшем увидите потом генерация TF Records в файлике, и они используются. Но у них как-то так пошло, исторически сложилось, что они китти формат любят использовать его. Давайте там, я не знаю, для примера, какой-нибудь другой файл возьмем. Выведем то, что у нас есть. Вот то, что в этом файлике есть. В лейблах и в целом датасет ориентирован на выборку, связанную с автомобилями, с велосипедистами, с пешеходами. И, по-моему, еще какой-то один класс, там есть 4 класса около этого. Кстати, сейчас здесь, где-то здесь будет дальше, посмотрим, какие классы. Так, ну и здесь, соответственно, вот выводим то, что у вас лежит в спеке, папочка Local, Spec, Deer, которую мы определяли немножко ранее. Это вот все те текстовые конфиги в текстовых файликах, которые будут определять датасет. Давайте там запустим его. Ну, здесь, в принципе, ничего особенного. Здесь, где директория с тренинг-сетом, где конкретно находится DIR с имейджами, с лейблами, какой формат файлов. В принципе, все. Так, следующий формат, следующая ячейка. Нам нужно будет создать директорию, ну и, соответственно, туда поместить наши TF Records файлики. Вот, я это все уже сделал, переконвертировал. Конвертация занимает довольно тоже много времени, поэтому запаситесь терпением и дождитесь результата. Ага, вот, кстати, наши классы, объекты. Да, здесь довольно немножко больше, чем 4 класса. Вот они все, можно их будет посмотреть. Так, едем дальше. Когда вы все это сконвертировали, давайте все это просмотрим. У нас здесь порядка, странно, у меня почему-то их немножко больше, чем 10. Может, я дважды здесь какие-то манипуляции делал. Порядка 10-10 файлов должно у вас быть в ките трейн вал папочки. Это все уже TF Records файлики. Вот, ну и, в принципе, дальше в ячейке мы скачиваем нашу претрейнинг модель. То есть, вот та структура, та сеть, на основе которой мы будем дальше учить. То есть, мы берем архитектуру и, соответственно, прогоняя через новые данные, мы идем по нашей архитектуре сети и мы уточняем наши веса, тем самым таким образом, производя обучение. Вот, модель сети можно скачать несколькими вариантами. Можно зайти на NGC в Models и найти эту модель. Найти эту модель, либо же можно сделать это следующим образом. Можно поставить NGC консольную версию и внутри блокнота, либо терминала это все сделать. Я в блокноте вот здесь, что-то мне не получилось запустить. Я в терминале это все запустил, вывел то, что в папочке претрейнинг дтэкнет версия 2 находится. Нашел, что моя сеть, так как в руководстве все-таки так и называется, resnet18. Ну и, соответственно, ее скачал и поместил туда, куда просит руководство это все сделать. Блокнот этого. Окей. Далее, модель у нас скачана. Она помещена в претрейнинг папочку resnet. Давайте вот ее сейчас выведем. Это вот полная модель HDF5 формат. Это формат, который в себе включает все чекпоинты, по сути, всю историю обучения при тренинге. То есть файлик будет довольно большой. Около 100 метров. Где-то на около 100 метров. Вот. Дальше. Так, следующим этапом, важный этап, на который стоит обратить внимание, я переучивал и останавливал, ну, в раз пять, наверное, чтобы более-менее нормальные параметры выбрать. Это подготовка конфига под обучение вашего конфига, в котором будут основные параметры, связанные с ключами, значениями этих ключей для лейблов, тренировочными конфигурациями, аугментация, которую вы будете делать. В принципе, все то, что касается следующего этапа после конфига этого, это старт нашего обучения. Окей. На что требует обратить внимание? То есть практически в самом конце конфига есть секция тренинг конфиг. Вот на нее стоит обратить внимание. Вот здесь по умолчанию стояло 120 эпох. Это не просто много, это, ну, я считаю, что это очень много стояло. И если вы, конечно, владеете серьезными ресурсами, которые можете использовать практически бесплатно, либо по очень низкой цене, то, конечно, можете 120 эпох пройтись и это все обучить. Ну и, естественно, бач-сайз. Бач-сайз в зависимости от того, сколько памяти на вашей карточке, которая стоит либо на Амазоне, либо ваши личные ресурсы, вы должны указать. Это важный параметр, потому что по умолчанию, по-моему, он стоял 4 здесь, бач-сайз и количество эпох. Количество эпох я рекомендую вам указать 10, 15, ну, там, 20, 20 вполне нормально. Вы потом увидите, что вы точно сети и в целом Average Precision вы довольно серьезно получили, там, выше 80 процентов. Вот, бач-сайз я указал 8, у меня там, по-моему, 16 гигабайт на Амазоне. И в целом, даже я думаю, там, если бач-сайз я 10 указал, она бы, в принципе, поместила все память и, в принципе, все это нормально училось. Вот, в целом, вот это основное, на что стоит обратить внимание, поэтому этот файлик сразу же его пофиксите, то есть укажите вот параметр эпох и параметр бач-сайза. Окей, сохраняете, в чем угодно, в Vime, в Nano, в чем угодно, можете его открыть и подредактировать. Идем дальше, это запуск обучения. Ну, и здесь, в принципе, вот используется уже TLT, который дернет контейнеры необходимые и запустит обучение. Вот, я это все запустил уже, у меня это все уже обучалось. Вот, я сейчас уже, естественно, запускать это все не буду, потому что папочки эксперимендир анпринт у меня уже лежит моя модель. Вот, сейчас ее посмотрим. Вот, 43 мегабайта, ResNet 18 детектор, TLT, моделька у меня там уже лежит. Вот, ну, дальше нужно будет Evaluate, то есть оценку запустить. Она тоже довольно некисло времени занимает. Вот, на текущем этапе я получил очень низкий Average Precision, поэтому я там дальше немножко пофиксил эпохи. Сейчас расскажу об этом. И, соответственно, нужно было, как бы, это все переучить. И здесь, кстати, в руководстве это все, как бы, поддерживается и учтено. Вот, дальше делается дополнительная директория, Prune, эксперимент DeerPriunt. И, соответственно, мы уже берем нашу модель с весами, которую мы уже учили на наших данных. Мы применяем к ней другую конфигурацию, которую вот здесь вот вы детально описание почитаете. И запускаем еще раз с аргументом Prune. Ну, это специфическое обучение при тренированной модели, которую вы уже учили на своих данных. Следующее. Так, это мы здесь... Смотрим, что наша моделька уже в этой папочке Prune находится. Так, и вот этот этап, который я говорил по поводу конфига, следующего конфига, на котором мне нужно было пофиксить. И я надеюсь, вам может быть так случится. Может быть, у вас average precision будет нормальный, и вы не будете пользоваться этим. Вот. Конфиг я здесь пофиксил. Я здесь увеличил с 20 эпох до 40. Батч сайз 8 я так и оставил, хотя там по умолчанию 4 стояло. Вот. Ну и, естественно, я повторно запустил тренинг. Но я уже использовал мою модель, которая лежит в эксперимент Deer Retrain, ту, которую я получил. Где-то вот здесь. То есть выше. Так, идем дальше. Так, эвалюируем. То есть оценку делаем нашего детектора Prune. Что у меня здесь получилось? Ну вот у меня уже здесь average precision не 40%, как в предыдущем варианте при первой тренировке, а уже на 3 класса немножко повыше. Вот. Визуализируем. А, нет, здесь не визуализация. Здесь мы готовим в папочку в Tilt-Infer Testing по сути модель, которая нам потребуется для Inference. Да. У них даже есть такой аргумент Inference. В Tilt-Infer Testing. Так, визуализацию Inference я не буду запускать. Она у меня уже есть. Моделька в Tilt-Infer Testing лежит у меня. Да. И вот здесь уже мы дергаем из папочки там, где у нас Inference и визуализируем то, что мы получили при обучении. Так, ну и, естественно, запускаем то, что мы определили. Наши функции Visualize Image. Вот она. И скармливаем ей путь, количество картинок, ну и какие колонки разбить, это все дело. Давайте выведем. Две колонки, шесть изображений. Сейчас, естественно, дернется модель сети, применяться к ней модель сети, которая уже Inference, применяться к ней те параметры, которые мы здесь определили для визуализации, и мы выведем ниже ячейки их. Вот. Вот, в принципе, уже модель практически готова. Следующим этапом, который довольно важен для того, чтобы вы смогли это все потом заэкспортить на какой-то MBD device, Jetson, например. Не на пример, а, наверное, на Jetson. Хотя, в принципе, можете и на GPU машине DeepStream поставить, либо Tensor RT запустить модели. Окей. Здесь мы модельку нашу экспортим в папочку Experimental Deer Final. Это фактически финальная папка и финальная модель E-TLT формата. Почему E-TLT? Это экспорт T-LT Transfer Learning Toolkit формат, который потом скармливается, допустим, тому же DeepStream SDK. DeepStream это все конвертирует в Tensor RT и запускает у себя в приложение DeepStream. Я эту штуку тоже уже сделал в Final Deer. Вот моя моделька лежит. Ну и, соответственно, Calibration Tensor тоже генерится. Он нужен будет для того, чтобы в том же DeepStream можно будет сделать какие-то манипуляции с этой сеткой. Ну и следующий этап – это оптимизация под Int8. В понятии Tensor RT есть несколько поддерживаемых inference. Int8 – это самый такой один из популярных режимов в Tensor RT. В основном в него, в принципе, все это конвертирует. Ну и, естественно, ваш Calibration Tensor потребуется из этой папки для того, чтобы в Int8 режим в Tensor RT это все перевести. Вот. Ну и, наверное, все. Вам останется в дальнейшем. Тут есть, в принципе, еще конвертации в генерации Tensor RT и Engine. Но мы это делать сейчас не будем. Почему? Потому что, в принципе, это все можно в том же DeepStream сделать. И в блокноте это не совсем правильно, не целесообразно делать. Вот. В целом, вот так вот модельку вы получили. Теперь модель можете смело забрать с вашего Volume, запаковать, отправить себе на тот же Jetson, Jetson Nano, TX2 или какой-нибудь другой. Может быть, Ксавер у вас есть. И запустить DeepStream, используя папочку с DTEC.NET кастомными моделями. Там довольно много руководства по DeepStream и, в целом, по кастомизации модели, которые вы используете через TLT. Используйте модель, которую вы здесь обучили и запускаете inference на вашем беда-девайсе. Вот, наверное, пожалуй, все. Это основное. Довольно неплохой движок. Да, он имеет особенности свои. То есть, дергает постоянно определенные Тулзовины, которые не свои. То есть, не NVIDIA их разрабатывал. Там тот же TensorFlow, там PyTorch, там для аугментации, там еще одна Тулзовина. Ну, почему нет? Довольно быстро все обучается в плане времени, экономии. И вот, имея, допустим, там один блокнот, вы можете скормить свои данные, взять ту архитектуру сети, которая вам подходит, и использовать этот workflow для того, чтобы обучить сетку. Ну, и в целом, дальше использовать нативный движок для того, чтобы на NVIDIA карточках, либо на NVIDIA мбеда-девайсах это все прокручивать. Вот, это, пожалуй, все. Относительно DeepStream'а можете зайти на официальную документацию NVIDIA. DeepStream'а и посмотреть, как это все деплоится в приложение DeepStream. Может быть, отдельно я сделаю более детальный урок по DeepStream'у, там, где я расскажу, как деплоится своя кастомная моделька, подключается с точки зрения всех контейнеров, запусков всех контейнеров сборки самого приложения, ну и работы приложения DeepStream'а с вашей кастомной сеткой. Вот, на этом все. Надеюсь, более-менее прояснилось понятие TLT, где-то и аббревиатуры Transfer Learning Kit, Toolkit от NVIDIA и, в целом, этого движка на Амазоне. В принципе, так же самое можете развернуть это же окружение на своей машине, если есть у вас GPU, либо использовать, допустим, руководство, есть еще руководство, документация по тому, как использовать Google Cloud платформу. И, в принципе, будет фактически то же самое, будете работать с тем же блокнотом, так же запускается все практически все то же самое, только ресурсы будете использовать Google. Вот, на этом все. Всем спасибо, буду очень рад, если подпишетесь на канал. Канал развивается, я не так часто выпускаю ролики. Может быть, для кого-то они базовые, для кого-то они сильно сложные, но, надеюсь, они найдут своего зрителя. Всем спасибо, пока!